Как научиться создавать мультфильмы, узнаете в следующей части выпуска. И вот что еще вас ждет. Достоевский драматург. В репертуаре Кемеровского драматического театра появились записки из Мертвого дома. Турнир 100 бойцов. В Кемерове стартовал чемпионат Кузбасса по тайскому боксу. В репертуаре Кемеровского драматического театра появился необычный спектакль. Финский режиссер Камран Шахмардан впервые поставил на сцене повесть одного из самых сложных для понимания классиков России. На закрытом показе спектакля по мотивам повести Федора Михайловича Достоевского «Записки из Мертвого дома» побывал и наш корреспондент. Театральная работа плюс музыкальная сцена. Чтобы поставить записки из Мертвого дома, Камран Шахмардан изучал творчество Достоевского два года. Лучше его никто не описывает русской души. Именно он, как самый лучший психоаналитик русской души, может показать многогранность русской души. Мне, как околорусскому человеку, приятно изучать на языке автора эту вещь. Записки из Мертвого дома не пьеса, а повесть. И в этом основная сложность режиссерской работы. Однако художник-постановщик отмечает, что Достоевский написал ее по театральным законам. Много персонажей и мест действия, поэтому и над декорациями пришлось работать много. На задумку и воплощение ушло почти полгода. Внешними проявлениями, такими изобразителями, он ведь достаточно обеден. Снег, лес, дрова. Вся декорация на самом деле из одной только фразы, из текста буквально рождена. Фраза в спектакле не звучит, но фраза звучит следующим образом в тексте. Место моего на нарах было три доски. Главный герой Достоевского заключенный Александр Петрович Горянчиков. Дворянин оказывается на катовге за убийство своей жены. Сами записки – небольшие зарисовки о жизни и страданиях русского народа. И в постановке очень точно переданы самые сокровенные эмоции человека. Зрители в зале отмечают, спустя полтора века мало что изменилось. Я вам говорю, что многие сцены актуальны сейчас. Основные. Как вот матери за пьяные дети, когда и матери как страдают. Много. Как в тюрьму попадают дети. Это и сейчас так же. Смирение, противостояние, выживание и совесть. Спектакль идет два с половиной часа. На лицах зрителей можно было увидеть улыбку, но чаще слезы. Все, кто работал над записками, отмечают это пробуждение массового зрителя. Но вот способен ли он понять сложное наследие Достоевского и нужен ли такой спектакль Кемеровскому театру – вопрос, на который театральные эксперты после закрытого показа давали противоположные ответы. Анастасия Прокудина, Евгения Дугаева, Константин Червяков. Новости моего города. Сегодня в Кемерово школьникам показали, как правильно рисовать мультики. В рамках всероссийской акции «Мультэкспедиция» для детей устроили мастер-класс профессиональные художники-мультипликаторы. Наши коллеги тоже взяли пару уроков. Больше всего восьмилетняя Лиза любит диснеевские мультфильмы «Белоснежка», «Золушка», «Рапунцель». Говорит, что смотрит их, потому что там есть красивые принцессы. Она сама уже несколько лет пытается научиться рисовать таких же красивых. Затем и пришла на художественный урок. Их рисуют с фантазией и придумывают что-то интересное. Делают все сказочное. Мультипликационный мастер-класс проводится в рамках всероссийской акции «Мультэкспедиция». Организаторы проекта задумали создать единый мультфильм, кадры которому нарисуют дети из 15 городов. Среди них Москва, Сочи, Грозный, Екатеринбург и Самара. Участие в мультэкспедиции принимает и четыре ребенка из Кемерово. Детская мультипликация, конечно же, отличается от взрослой мультипликации. Это совсем другое направление. И что самое удивительное, дети любят смотреть мультфильмы детей. То есть у нас в студии много ребятишек делают мультфильмов. У нас уже более 50 мультиков создано. И очень такой хороший отклик у детей получается на творчество друзей. В мультфильме о волшебных приключениях фокусника и белого кролика кузбасские художники рисовали самое начало – завязку действия. Во время того, как фокусник выступает в цирке, его друг кролик неожиданно исчезает. Что будет дальше, никто не знает. Сюжет фильма организаторы держат в секрете. Уникальность проекта в том, что дети сами участвовали в создании технического процесса. Это сценарий, режиссура, озвучивание, съемки. И итог данной работы – это 10-минутный мультипликационный фильм. Сейчас он находится в стадии завершения, но посмотреть мы его сможем. Вся Россия в конце ноября. 10-минутный мультфильм можно будет посмотреть уже совсем скоро на сайте мультраша.ру. А всех кемеровских школьников Кузбасс кино в рамках мультэкспедиции приглашает 8, 9 и 10 ноября. Они смогут отсмотреть 100 лучших работ отечественных аниматоров, причем совершенно бесплатно. Андрей Шавнев, Евгения Дугаева, Константин Червяков. Новости моего города. Сто бойцов Муай-Тай на два дня обосновались в Кемерове. Сегодня в областной столице стартовали открытые чемпионаты первенства города по тайскому боксу. Кроме хозяев турнира, за медали традиционных соревнований поборются гости из Томской области и Красноярского края. Для тайбоксеров это хорошая возможность проверить свои силы и подготовиться к другим стартам в официальном календаре. Всероссийскому турниру «Спорт против наркотиков», который пройдет в областной столице через месяц, и чемпионату области. Формируется сборная, просматривается ближайший резерв. Сборная города Кемерово. Цель – дать соревновательную практику спортсменам, отсмотреть, выбрать, чтобы дальнейший рост мастерства шел. Семидневный волейбольный марафон завершился сегодня на площадке губернского центра спорта «Кузбасс». Здесь прошло первенство России по волейболу среди юношей. В соревнованиях приняли участие семь сборных из Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Томской, областей, а также Алтайского, Красноярского и Хабаровского края. Из семи волейбольных коллективов в полуфинальную стадию вышли пять команд. Отмечу, сборная Кемеровской области по итогам отборочного этапа заняла четвертую строчку в турнирной таблице. Мальчишки на самом деле, прям чувствуется дух. Во многих прям есть такой стержень, что прям поражает. То есть чувствуется, вот прям можно показать на этого человека, что вот именно он будет спортсменом. То есть есть такие ребята. И благодаря волейбольному клубу «Кузбасс» предоставлены специальные призы для лучших игроков. Мы их будем награждать. Самый титулованный спортивный клуб Кемеровской области открывает новый сезон. В понедельник 11 ноября хоккейный «Кузбасс» принимает Сипсельмаш из Новосибирска. Черно-оранжевые не просто разыгрывают первые турнирные очки, но постараются взять реванш за поражение в полуфинале Кубка России. Этот матч, так же, как и все домашние игры «Кузбасса», вы сможете увидеть в прямом эфире на телеканале «Мой город» и на нашем сайте. Судейский свисток на стадионе «Химик» прозвучит 18.30. Генеральный партнер трансляции – компания «Автоторг». Официальный дилер «Лада» и «Шевроле Нива». «Лада Гранта» – народный автомобиль. «Приора» – страсть движения. «Ларгус» – поехали вместе. Внедорожник «Лада» – легендарный автомобиль, который не может жить без сильных ощущений. «Лада Калина» – яркий характер. «Автоторг» – официальный дилер «Лада» в Кемерове. На этом у нас все. Смотрите выпуски в прямом эфире в 16.00 и 21.00 каждый будний день. Далее вас ждет полезная информация. До встречи на телеканале «Мой город». Меховая шубка – мечта любой женщины. Она и согреет в холодную погоду, и подчеркнет красоту обладательницы. У Юли была давняя мечта приобрести модную меховую жилетку. Свой выбор она остановила на черно-белой модели. Пришла выбрать себе меховую жилетку. Была очень удивлена, что выбор огромный, цены приемлемые. Сейчас еще скидки, я смотрю, что акция очень хорошая скидки. Монтой с белой норкой – самая актуальная модель для неординарных девушек. Тем же, кто ценит классику, понравятся шубы из мутона, стильные дубленки. Понравившееся меховое изделие можно приобрести в кредит, не выходя из магазина. В то, что на меховой ярмарке «Канада Фурс» каждый найдет теплую оригинальную зимнюю спутницу, сомневаться не приходится. У нас более 5000 изделий из меха норки, мутон, кожаные изделия, как мужские, так и женские. Скидки у нас до 70%. В южную столицу Кузбасса меховая ярмарка «Канада Фурс» приехала впервые и привезла самые красивые и практичные изделия. Размерная линейка от 38 до 64 размеров. Так что без новой шубки не останется никто. Теперь красивая верхняя одежда – не роскошь. Арина Льхоткина, Александр Архипенко. Новости моего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok